Лавровая ветвь Которому исполнилось 10 лет Начинаем мы всегда С самой главной номинации Прямо за вклад в кинолеписи Родился-то я фактически Подмосковный город Озеры В разлив родился самый Когда появилось здесь первое На Вятской земле фермерское хозяйство Наследник Война из этих Пойменных выпасов Разгорелась нешуточная Самому наследнику Сыну Орловских Алеши Шел в ту пору 12-й год Защищая как-то свой лук От прежних владельцев Не побоялся Алешка Встать на пути Колхозной техники Так и осталось За безымянным лужком Лешкино имя Лешкино имя Что в счет потравы семейного луга Самовольно вывез Алешка С колхозного поля И злую шутку сыграл с ними Этот самый Отвоеванный У соседей лжок Сын получил срок Два с половиной года С отсрочкой приговора А родители угодили под суд За воспрепятствование Работникам милиции В ходе расследования Уже не первый год Алешка Орловский Хозяйствовал на хуторе Самостоятельно После всех судебных мытарств Потерявшие здоровье родители Вместе с младшей дочерью Таней Обосновались в областном центре А вот старшая Надежда Пожив с мужем в городе Опять затасковала По хутору Двадцать семь лет Здесь Двадцать семь Это большой участок в жизни И весь он был На эксперименте На выживании А вся Россия Крестьянская Россия Стоит На таких же коленях У России Нет врагов Кроме Самих себя Она сама себя бьет Как унтер-офицерская вдова По-другому она не может Менталитет такой Не нужна земля Никому не нужна А меня за нее в тюрьму сажали Жгли, выбивали Повзрослевшие Повзрослевшие дети Алеша, Надя и Таня Пытались возродить жизнь на хуторе Но страшный зимний пожар В котором сгорела вся живность И хозпостройки Вынудил и их Перебраться в город Вслед за родителями Ощущение этой стабильности Вечности Которое было там А сегодня я не знаю Буду ли я делать то или другое Тот маленький мир Он был подвластен А этот большой мир Я ничего здесь не знаю Все странно Такая штука И кажется не зря прожил Наверняка не зря Просто оценить все это Придется другим И лицом к лицу Лица не увидать 25 лет исполнилось Вчера или позавчера Как мы живем в новой России В новой стране Но к сожалению Мы этим не воспользовались Вернее мы воспользовались Многие состоялись Приняли так как надо И сдали Сдали потому что молчим Потому что вот такое кино Не можем показывать Не можем показывать негде Знаете честно говоря Очень грустно Это человек Который Уряд Двух Приняли Государственных Алексей Погребной Удивительно Талантливый Настоящий Человек Настоящий Русский Человек Который Болеет Болеет Всей душой За свою страну И все делает Любым способом Чтобы донести Свою любовь Своё знание О той России Которую он знает И любит Которая Останется Для будущих Студентов Они будут Понимать Что такое Россия Глядевает на это кино Алексей Погребной Низко кланяюсь Вас И приглашаю На сцену АПЛОДИСМЕНТЫ Честно говоря Я Не ожидал Что Буду приглашен В Москву Для награждения В этой номинации Для меня это Было Настолько Неожиданно Поэтому Самое сердечное Слово Благодарности Тем Кто не забыл Меня Еще помнит И сохранил Добрые Дружеские Чувства Несмотря на наши Редкие встречи И поголосовал За Мою Кандидатуру Я еще хотел Сказать Спасибо Моему Мастеру Давиду Исаакичу Карасику Мне Как и Некоторым Вот сидящим Здесь в зале Он учил нас Не только Ремеслу Это Он давал Уроки Удивительной Порядочности И Профессионально Этической И гражданской Это был Удивительно Тонкий Глубокий Человек Всего Доброго Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Лавровая ветвь За лучший кинофильм Здесь 24 мая Совсем уже скоро Откроется музей Иосифа Бродского Он, к сожалению, откроется только на один день Потому что идет процесс ремонта Процесс реставрации И открывается только на один день Чтобы почтить память Чтобы сказать, что да, мы это сделали Вот И делать дальше Я говорю, деточка Сходи, пожалуйста, в музей какой-нибудь Она никогда не была в музее На музее обычно висит табличка И написано вот слово Музей Здесь никакой таблички нет Значит, это не музей Значит, я не туда попала Ищи, где табличка Вот видишь табличку, где написано музей Вот туда иди Я до сих пор Не могу выразить словами Что произошло в тот день Были моменты, когда хотелось даться Есть страхи, которые нельзя контролировать Мне не по себе Это далеко за пределами нормального общества Наш мир очень беспокойное место Как будто война Суть в том, чтобы состязаться с лучшими Это борьба один на один Но от этого больше начинаешь ценить победу Знаешь У меня есть к тебе такой Серьезный разговор Ты, наверное, понял Вот Что я беременна Папа, приди Ну, пожалуйста Ну, приди же Приди, ну, пожалуйста Папочка Ну, приди Папа, приди Ну, пожалуйста, приди Я ползком могла дойти до туалета До ванны Вот И он меня просто за шею поднял к стенке И нож приложил Двигается довольно активное движение совершает Головка приведена в огромные плитки Это вылетел и шесть Но мой папа Он вообще не наш Я как инкубатер Я просто должна его выносить А потом отдать Добрый вечер Это номинация, которая на самом деле подтверждает Великая О чем уже и Сокуров Вот недавно сказал Что Великое русское кино Есть Было Будет Никуда не денется Потому что здесь все Тема Идея Детали Камера, которая дышит Зрелище, которым Восхищаешься Во всяком случае В одном из фильмов Потрясает И то Как Это зрелище показано Итак Победитель Польца мира Сергей Мишниченко Мишниченко, Сережа Ты где там, рядом? Да, я слушаю Вот Ты получил приз Пожалуйста, скажи людям Которые тебя сейчас слышат Что ты об этом думаешь Лучший фильм О, спасибо, ребята Это первый приз в России И Я очень вам благодарен Потому что Меня все время В основном ругали За эту картину А вы Почему-то решили дать мне Спасибо вам огромное Это огромное спасибо Всем людям Которые сделали эту картину Это огромный труд Операторов Прежде всего Звук операторов Композитора А я там был В общем Как вам сказать Так Свадебный генерал Поэтому спасибо вам огромное Председательское Неигровое кино Носит имя Льва Николаева Первого президента Премии Лавр На мне респиратор Просто потому Что в этих белых мешках 40 тысяч тонн Смертельно опасного Вещества Мышляка Это испытательная площадка Балапан Здесь прогремело 105 ядерных подземных взрывов И эта земля Настолько грязная Что просто никогда Не будет пригодна Ни для жизни Ни для сельского хозяйства Это не спецэффект Это не курортное озеро Это не оазис в пустыне Это самое радиоактивное место На планете Земля Уровень радиации Постепенно растет Буквально с каждым шагом 3,5 микрозиверта 4 4,5 И вот так 5,8 Мы внезапно пересекли Опасную зону Там все время Бубнит радио И вдруг Все затихает Граждане и гражданки Советского Союза Сегодня Будет и победа И все И все пришло Радио громко Радио громко Заорало Мама ревет Ревели и когда началась война Ревели страшно И Закончилось тоже Ревели от радости Это правда Со слезами на глазах Праздник Понимаете Мы прожили Это Часть нашей жизни И сказать Как бы хорошо Чтобы этого не было И вырезать это И зашить края Нет Это часть нашей жизни Поляк Ян Карский Он мечтал быть дипломатом Стать послом Но из-за войны Стал тайным посланником Польского сопротивления Один из лидеров Сопротивления В Кракове Дал мне микрофильм И эту пленку Нашли Поэтому Были доказательства Что я шпион Он сумел добраться До Вашингтона И до самого президента Соединенных Штатов Америки Франкена Рузвельта Когда ты расскажешь им Что делают с евреями Скорее всего Они тебе не поверят Если ты Своими глазами Увидишь Что происходит В Варшавском гетто Это поможет их убедить Я никогда этого не забуду У нас есть выбор Мы можем выбрать Путь преступника Или путь хорошего человека Нет Нет Я не возвращаюсь Нет Спасибо, что повысили от номинации Короткий метр До номинации Просветительской Просветительская номинация Прекрасная Я Под барабанную дробь Собственных поджилок Достаю этот конверт Где не будем называть Написано имя Корифея Телевидение Бесспорного корифея Льва Николаева Итак В номинации Лучший научно-популярный Просветительский фильм Имени Льва Николаева Конверт закрыл Скоро Подключается Ян Карский Праведник мира Я хочу сказать Наверное Несколько слов Об этом фильме Потому что Здесь с нами сегодня Владимир Познер Которого я очень хочу Поблагодарить За участие И за помощь В том, что этот фильм Состоялся И в том, что этот фильм Вышел в российский прокат Здесь говорили о том Что это фильм Который принадлежит Для телевидения Но фильм Ян Карский Был в прокате В России Во многих городах Он был в прокате И в Польше И в Америке И я очень надеюсь На то, что В следующем году Этот фильм Дойдет И до Российского телевидения Потому что Нам очень важно Чтобы его Увидело Максимальное количество Зрителей Еще я хочу сказать Что Вообще говоря Я продюсер Игрового кино И для меня На самом деле Полная неожиданность Что я стою Сейчас на этой сцене И То, что Последние два года Я занимаюсь тем Что снимаю документальное кино И это В общем Произошло В 2014 году Когда Со всеми с нами Случился Страшный перелом И Документальное кино Стало тем Средством Которым мы можем Выразить Свои отношения К тому Что происходит Вокруг нас К тому Что происходит В стране И Поэтому Между фильмом Янкарский И фильмом Самый свободный человек Который мы в этом году Показывали На Ордоквесте Существует связь И эта связь В том Что Борис Немцов Посмертно Был удостоен Высшего ордена Польши Который носит Имя Янкарского И это важно Знать И это важно Сказать С этой сценой И третье Что я хочу сказать Что Этот фильм Мы сделали Вместе С нашими Польскими Партнерами Замечательной Компанией Польской Apple Film Которая Сейчас Вместе С нашими Товарищами Из России Заканчивает Фильм Про Олега Сенцова И я тоже Хочу сказать Что С этой Сцены Что очень важно Чтобы мы Не забывали О том Что сейчас Олег Сенцов По-прежнему Находится в тюрьме И что Это чудовищная Несправедливость Которой Нужно что-то сделать И единственное Средство Которое мы можем Использовать Это средство Документального кино Я надеюсь Что фильм Об Олеге Сенцове Скоро появится И мы его увидим Спасибо Мы признали За благо Распространить Право Гражданства Евреям И повелеваем Сенату Нашему Сделать Осем Кому Следуют Надлежащие Предписания Так не Евреи Пришли В Россию А Россия Пришла К евреям И скученности Местечек Уйти в русскую Карьеру Поверьте мне Не забывал Язык Культуру Вообще От евреев Туда К русским И дальше В мир Это конечно Лучшая лестница Для новой Жизненной карьеры Звон Левитановской Руси Освобождение От черты Оседлости Поражение В правах Ужаса Погромов От внушительной Компании Вокруг Дела Бейлиса Обвиняем Только Отдельного Резюмера Уйти в эмиграцию Или в русскую революцию Хорошо Мы не знаем Какой больной У нас умрет Мы начинали Все Все с одного И того же Мы начинали Взловязать Я Если бы Например Хирургия Была Ограничена Только Животом Я бы Никогда В хирургию Не пошел А вот Сердце Это совсем Другое Дело Кардиохирургия Это профессия Где периоды Длительной Скуки Перемежаются С периодами Ужаса Понимаешь Это Мне очень понравилось Потому что Все нормально И вдруг Закровило Или вдруг Не то И тут Надо принимать Правильное решение Смотрите руки Вот эти вот Годами Заработанные Бицепсы Видите какие Это Это да Это хирургия Вот от этих Движений Эти мозоли Конечно Это моя гордость И они Никуда не исчезнут Мой прапрадед Иларион Шутов С Урала Был очень богат И религиозен Но смерть его Чудна И страшна Вот когда я писал Я ни раз Ни два плакал Ни раз Ни два нервничал И смеялся И хохотал И чего-то Где-то там не было Мы Имеем решение Единогласное решение О том Что победителем Должен стать Данила Зайцев Спасибо Я не достоин Это Правда Я не ученый Из простой Деревенской Семьи Я всегда считал Что я грешный человек И сейчас За эту книгу Я теперь Получился Изгой Меня выгнали Из деревня И больше Порвался она совсем Почему? Потому что За дело Правда и люди А людей Люди правда не любят Вы его книгу Не видели? Уже слышали Так только Помаленьки Подходя Вранья Наставил Он зачнет У его голова Хорошая Но Конец Худой Чтобы быть масоном Надо будет Иметь Жопу по церкви Иметь Где отец Мам Николай Чуть Не знаю Какие минуты Тятю Не задавил Я загулял Добрый вечер Мое появление здесь Для меня Удивительно У меня только вчера Пригласили Открыть этот конверт И я Хочу Поблагодарить Виталия Манского За это Я считаю Что это честь Вообще На таком мероприятии Быть И тем более Вручать премии Я ничего не буду говорить О значении этих фильмов По-моему Достаточно их посмотреть И ничего не надо объяснять И то что Их не показывают По телевидению Мне тоже не надо Объяснять Мне кажется Что это все Лишние слова Кто победил Я хотел открыть раньше Когда мне дали конверт Сказали нельзя Победитель сердца 40 лет спустя Спасибо Спасибо Да Ну сегодня такой Значит Сплошь удивительный Для всех Вечер Да Не только для вас Для меня Потому что Я никогда не работал На телевидении И соревноваться В этой номинации С такими корифеями Как Парфенов И его команда И Володя Герчиков И мне это Вдвойне приятно Потому что Эта картина Посвящена памяти Моего друга И учителя Лёни Гуревича И Это вот Его кадры были Да В сердце 78-го года Первая картина О кардиохирургах Впервые Наверное Как бы на нашем Документальном экране Было снято табу Со слов смерть Боль Да Отчаяние Вот И Вот это Главное То что я хотел сказать Ну а сейчас Просто то что Не имеет отношения Да Не к этому Не к Лавру Я просто У меня довольно Грустное настроение Потому что Сегодня 9 дней Как умерла Женя Головня Наша коллега Режиссер И в общем Человек который Для нас Для всех Значил очень много А этот год вообще Был жесток Для документального кино Потому что Ушли Саша Гутман Коля Абухович Женя Головня Это только те Кто Был близок мне Поэтому Я хочу Чтобы их Память о них Да Оставалась И Чтобы мы их Помнили Ну и Спасибо большое Лучший Авторский Игровой Артфильм Это я Режиссер Александр Куприн Слева И мой друг Иродиакон Закхей Монах Закхей Получил послушание Сделать Высококачественную Ладу Ну вот мы едем В Грецию За лучшими ароматами Свои Да Блин Блять И северить Тут же Легче добить Не надо Не надо Машина Пропаганда. Сейчас еще не закончилась. Убивает. Так, греется, утец. Здрасте. Прямо посреди страны можно встретить такого великого человека. Да ладно, великого, нормально. На отправление поезда осталось пять минут. Ну, мы были у власти, и в болото нас завели. Знаешь, сколько я не был на российском телевидении? Лет. Казары, маки, железных дорог. Нафиг, в автобусе. Прямо так грубо. Я уже заметил. Правда любви. В любви не было границ. Так. А можно воды? У вас здесь вода? Не ошибись, выбирая пути. Не ошибись, выбирая пути. Как еще в моем возрасте с ними воевать? У меня другая совсем философия такая. Почти, знаешь, такая тибетская. Я его должен пережить. Ужас какой. Люди замерли, замерли в ожидании. Специально. Это же специально. Слушайте. Устерлиц. Действительно, неожиданность большая. А мы переходим к номинации «Лучшие по профессии». Скажу, что в этой номинации представлены операторы, чьи фильмы номинировались на премию «Лавр» и других номинациях с 2014 по 2016 год. В финал вышли. В финал номинации «Лучшая работа оператора в документальном кино» Юрий Ермолин, Евгений Кокусев и Сергей Лондон. А для того, чтобы объявить нам, кто в этом году стал лучшим по профессии, по профессии оператор, я приглашаю на сцену продюсера, вице-президента Академии российского телевидения, члена Евразийской киноакадемии Игоря Мишина. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрев несколько картин на «Родов фикси», я понимаю, что есть своя специфика и есть свои сложности, есть свой талант и, наверное, даже какое-то призвание, такое вот метко, как говорят творческие люди, меченые Богом, потому что на съемочной площадке игрового кино все подчинено тому, чтобы картинка получилась. Таких условий для создания идеальной картинки у оператора документального кино даже близко нет, как у оператора игрового фильма. И, в общем, этот талант действительно производит впечатление, и то, что мне удалось посмотреть, пусть немного, именно, ну, это достойно того, чтобы хотя бы раз в четыре года эту номинацию, в общем, отмечать. Итак, Юрий Ермолин. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий, мы тебя поздравляем. Юр, ты нас слышишь? Я вас слышу, спасибо. Да, слышу, слышу. Да, у нас опять скайп. Ну, вот, пожалуйста, какие-то слова скажи людям, которые тебя поздравляют сейчас. Если ты слышишь аплодисменты, мы их еще раз можем громко завести. Ты там со своим режиссером, я так понимаю, продолжаешь мерзнуть где-то под паровозами. Мы уже не мерзнем. Уже смена закончилась, видите, как там уже свет погас. Но я, конечно, очень благодарен за то, что так высоко снили наш скромный труд. Наш, я говорю, потому что нас там была в этих картинах и в кольцах мира была целая влияда талантливейших российских операторов. Там и Слава Сачков, и Ира Уральская, и Кирилл Машкович, и Гриша Аполяйс, и Миша Хосая, и Коля Волков. Я прошу прощения, что всех не смогу сейчас перечислить, но я им очень благодарен за помощь. И, конечно, Сергея Миршниченко, который тянул весь этот паровоз, в котором мы сняли очень много. И вон режиссер сидит в машине Ангелина Голикова, которая тоже принимала участие, кричит «Меня не забудьте». Я им, конечно, всем очень признателен, вот и она подошла. Это все мы одна команда, которая снимали все практически эти фильмы, которые там... Давайте, мы вас любим, Виталий Силович, спасибо вам! Спасибо вам большое, что разобрали! Да, но это не только я, это 50 членов жюри, поэтому целовать надо большое количество мужчин. Будь готова к этому. Продолжаем церемонию. А я готов! Да, привет, дорогой! Я готова, я готова! Я понял. И я так понимаю, что раз смена закончилась, у вас есть повод выпить, а можете и к нам заехать, если успеете. Лучший дебют. Токучен, это находится в Бугучанском районе Красноярского края. Это Сибирь, да, это вот сибирская земля. Как у меня тетя купила моей маме футболки где-то в Нью-Йорке увидела. Там написано по-русски, огромными буквами, Сибирь, а снизу земля больших возможностей. В Нью-Йорке. Ха-ха-ха-ха-ха! Проитерские сюда приехали в 2004 году, я здесь вырос, и как-то вот круг жизни здесь завязался и как-то вот здесь. И быть человеком – это значит жить умышленно. Мы сегодня живем, и мы должны сегодня жить, и производить, и достигать свою мечту американскую. Если этот СМЕРШ пролетает, например, над озером или над прудом, он может сосать в себя воду вместе с жителями, которые там внутри. Наверное, придется садиться Аней, я очкою. Ну, пойдем со мной на стрелку. Это Диана сказала, что она мне сейчас бить будет. Диана, полакам, Диана, не ссы, не ссы, Диана, не стай, сломашь, фоната ебашь. Как у тебя кровь пошла? И что мне надо было сделать? Вернуться в прошлое, вот такую сделать. Нет, вот так. Да все, извини, пожалуйста. Нет, я с тобой не хочу общаться. Наташа, потом все равно же будем общаться, я тебя знаю. Не буду я с тобой общаться. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Люди, фонари зажигаются, прикиньте, сейчас. Люди, смотрите, фонари включаются. Там, сейчас еще сильнее пойдет. Смотри, сади, сади. Циклоны, сейчас сильнее сюда. Вот сильнее циклоны еще. Садись, садись. Я даже посмотреть куда-нибудь. Пиздец. Пиздец. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот вы сказали, что на самом деле есть ли будущее, есть ли у всех и участников и так далее. Я хочу сказать, что на самом деле все же только к лучшему. Был маленький кинотеатр художественный, сейчас огромный концерн КАРО, который поддерживает. В зале звезда Первого канала Владимир Познер. То, что не все потеряно, я очень рада сегодня быть с вами. Я всем трем номинантам желаю большой удачи, хорошей дороги, как название одного проекта. А приз получает дилогия «Американская мечта и дымотечество». Очень удобно, что микрофон подходит под мой рост сразу. Спасибо большое всем. На самом деле для меня это безумно неожиданно. Я хотел сказать спасибо моему мастеру. Уже прозвучало его имя тут несколько раз, Сергею Леонидовичу Мирошниченко. Спасибо моему второму мастеру, это Светлана Музыченко. Это огромный вклад. То есть не только мой, потому что я только учусь, но всей нашей мастерской. И вообще всем моим педагогам, моим родителям. И большое спасибо, я бы, наверное, хотел сказать именно такому месту, как Сибирь. Я считаю, что важно находить какие-то оазисы, у каждого свой оазис. То есть может быть и город, может быть и какая-то страна, и другая местность. Тут надо найти свое родное и про это делать кино. Это очень важно. Спасибо большое. Друзья мои, мы сейчас завершили первую часть вручения национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь». Сейчас мы переходим к подведению итогов фестиваля «Артдокфест». Начинаем мы вручение фестиваля «Артдокфест» с номинации «Артдоксеть». История следующая. Помимо фильмов, которые мы показываем на большом экране, есть фильмы, чьи авторы по разным различным причинам выкладывают свои картины в интернет. И фильмы изначально живут в интернете. Более того, эти фильмы во многом сделаны для интернета. И мотивации там совершенно разные. Иногда это фильмы, призывающие поддержать больного человека и рассказ об этом человеке. Либо какие-то, я не знаю, там фильм «Визитка» или просто какое-то очень оппозиционное кино, которое авторы понимают, что невозможно его где-либо прокатать на телевидении и в кинопрокате. Мы эти фильмы из тысячи тысяч, наша дирекция фестиваля, изыскиваем ежегодно и предъявляем на суд зрителей. И зрители голосуют за эти фильмы также в интернете, на странице в Фейсбуке. Каждый человек со своего аккаунта может один раз проголосовать, поэтому это получается такое голосование весьма прозрачное. В этом году фильмы, которые мы включили в программу, суммарно посмотрело около двух миллионов человек. Проголосовало, там нужно считать, но где-то полторы тысячи человек проголосовало. Победителем стала картина, я не знаю, есть ли автор в зале, Борис Уткин, фильм «Серый». Об этом мы знаем заранее. Борис, спускайтесь, получайте свой приз. Должен сказать еще, такой нюанс. Вот сейчас мы сначала вручим Борису его диплом и приз, потом я, пока он будет собираться с мыслями, хотя знал заранее, потому что все. Вдвойне приятно получить этот приз, потому что режиссеры, с которыми приходилось конкурировать, пришлось конкурировать, они показали очень высокий уровень. Я посмотрел абсолютно все абсолютно все фильмы, и это были очень достойные работы. Спасибо большое. Спасибо вам. Поздравляем. Представляю жюри фестиваля «Арт-Дог-Фест-2016». Вот они все передо мной. Продюсер, художник, режиссер анимационного кино. Неоднократный обладатель премии «Ника» Михаил Алдашин. Приветствую. Неоднократный номинант премии «Писатель-2016» по версии журнала «Джейк Ю» Борис Минаев. Замечательный прозаик. И, наконец, председатель жюри, выдающийся драматург, поэт, общественный деятель, автор множества пьес, которые мы с вами смотрели в разные годы, в разных театрах, на разных площадках, и еще увидим Александр Сакович Гельман. Я скажу два слова. Много говорилось о количественном росте «Арт-Дог-Феста». Новые площадки, разные города, много фильмов и так далее. Я как человек, который много раз ходил на «Арт-Дог-Фест» и в художественном был, у меня такой сезон, когда я бегал по разным залам, пытался там все смотреть. Я хочу сказать, что произошел огромный качественный рост этого жанра. На мой взгляд, во всем мире он происходит, документальное кино развивается с удивительной силой и скоростью. И, что самое важное, наше российское кино – это единственный жанр нашего искусства и нашей культуры, который развивается синхронно со всем миром. Все фильмы достойны главного приза. Ну, я начинаю с картины про современного Рахметова. В общем, эта картина очень яркая, драматическая, про художника, акциониста. Это картина «Голая жизнь» режиссера Дарья Хренова. Это диплом со специальным упоминанием жюри. Спасибо, но мы на самом деле так давно знакомы, что даже удивительно из ваших рук. Ну, я думаю, тут все-таки виной даже не наше творчество, а то, что эмблема фестиваля. Спасибо, поскольку у нас как бы… Тут действительно такое разделение, у нас конкурент был на открытии, то на закрытии можно наконец уже… Это художник, который позволяет нам делать нашу жизнь объемной, потому что в какой-то момент мы скатились в какую-то очень плоскостную оценку всего происходящего, и его действия, они создавали некий объем, поэтому, собственно, я, ну, не знаю, за него ухватилась, а заодно вот коллеги Саши подходят. Они меня поддержали, это просто огромное счастье. Делать этот фильм было удивительно весело. Все герои этих картин, они, в общем-то, выигрыши, и они чего-то добились. Это же потрясающе, и не знаю, где лучше жить, кроме как в России. Спасибо. Уведите со сцены. В отличие от «Лавра» гораздо меньше призов, я хочу просто два слова сказать, потому что здесь говорят кто-то там «победитель». Я бы не говорил слово «победитель», потому что тогда сразу появляются побежденные. На самом деле это не так. Специальный приз Ардок Киста получает режиссер Влади Антоневич за фильм «Кредит на убийстве». Я в полной просто растерянности. Первое, что приходит в голову, это слова благодарности. У меня в фильме есть сцена последняя. Там мы в заснеженной заброшенной деревне, там живет только одна семья лесника. У него мальчик, ему 5-6 лет, и в конце на одной из сцен он у меня треснул лопатой по заднице. Я на него топнул, а он мне говорит, я тебя не боюсь. И вот этот маленький 5-6-летний мальчик, это то поколение, которое, надеюсь, появится, которое скажет, что я не боюсь. Я хочу поблагодарить своих друзей, москвичей, которые остаются в тени, которые помогали мне делать этот фильм на протяжении 6 лет. Главный персонаж фильма, это, наверное, все знают, Дима Шурави, замечательный. Это такая эквизиценция русской души. Дима, встань, встань, дорогой, чтобы на тебя полюбовались. Спасибо еще раз огромное. Это большая честь для меня. Это, наверное, самый важный для меня был показ этого фильма. Для меня это всегда будет самым главным призом. Спасибо огромное. Большое-большое спасибо. Вообще всем спасибо и группе, и тем, кто спасся, и тем, кто не спасся. И стране мое большое спасибо за то, что если ты будешь говорить правду, тебя признают сумасшедшим. А если будешь говорить неправду, тебе не поверят. Может, это слава богу. Давайте каждый будет стараться отвечать за свои поступки, движения, силы движения. И всем удачи. Большое спасибо. А для объявления Гран-при приглашаю на сцену председателя жюри Ордог-феста Александра Саковича Гельмана. Все картины, все 21 или даже 22 были интересны. Говорили о чем-то существенном, важном в сегодняшней жизни. Главное ощущение от того, что мы смотрели, не хватает в обществе свободы для реализации таланта, творческих усилий, для борьбы за свое экономическое положение. Во всяком случае, во всех этих картинах, почти во всех, это ощущается. И еще во многих картинах, которые мы смотрели, ощущается, что слишком много свободы у тех, кто создает эту ситуацию. Причем я говорю о свободе не только политической, творческой, но даже вот приск лучшего фильма получает картина, которая рассказывает о людях, которые содержатся в таком психологическом, психическом, даже не сумасшедшем доме, что-то полегче, что-то помягче, но откуда можно выйти только через суд. Картина называется «Освобождение, двоеточие, инструкция по применению». Режиссер Александр Кузнецов. И теперь я расскажу, что Александр приезжал к нам в Москву представлять картину. Далее он поехал в Екатеринбург, в Ельцин-центр, где также проходил «Ордоквест» в этом году. И там он тоже общался со зрителями. Затем, как нормальный документалист, он отправился на вокзал, сел себе на поезд и сутки и 12 часов ехал в свой родной Красноярск. Когда он приехал в Красноярск, вошел в свою квартиру, через пять минут я ему позвонил по скайпу и сказал, не поедет ли он в обратном направлении. «Да». «Саш, привет. А покажись, пожалуйста». «Это Красноярск». «Да». «Как ты добрался?» «Мне нравится, что-то Сибири ездит. Хорошо понимаешь, вроде лучше. Люди, опять же, правду страшны». «Сказали?» «Сказали, все сказали». «Понятно. А сколько ты ехал в итоге?» «Ну, от Свердловска вообще классно. Я посмотрел там шесть фильмов. Да, шесть фильмов посмотрел. Так что сутки и еще 11 часов. О! Слушай, ну тебе спасибо. И я хочу тебе сказать, что так случайно получилось, что твой фильм получил гран-при на «Ардокфесте». Я думала, он не удержится в рамках нормативной лексики. Вот. И сейчас да, ты, конечно, никому не говори. Просто понятно, что мы тебя из Красноярска ты только вошел в дом, я так понимаю, минуту назад. Я бы тебе полчаса настраивал этот конфликт, шестьдесят. Вот. Но смотри, ситуация такая. Я вот сейчас тебя снимаю на телефон. Сейчас, секундочку, я вырвожу картинку. Вот. И скажи, ну скажи тронную речь победителя. Ну, надо привыкнуть. Я не могу так сразу. Ставь, 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 ставь. Так не бывает. Ну, на тебя сейчас смотрят люди в зале, по телевизору. Говори. Сколько у меня есть минусов? Нету минут, уже смотрят. Не, не, я так не могу. Я уважаю людей, которые это смотрят. Я не могу вот так. Я хотя бы не шутить. Я не могу сделать на плохую картинку ничего. Саша, ну, собственно говоря, еще раз тебя поздравляю с гран-при от фест 2016 года. Мы об этом узнали ночью в результате последнего заседания жюри. Скажи, пожалуйста, вот сейчас мы тебя выводим на экран. Скажи, пожалуйста, обратись к аудитории. Я не готов. Это слишком неожиданно. Ну, это же главный конкурс в моей жизни. Мне страшно обидно за всех, кто не получил гран-при, а получил его я. Я бы мог и без него прожить. Мне крайне страшно нравятся почти все фильмы, которые я видел. Вот, проезжая через Екатеринбург, я смог посмотреть «Женщины-ледник». Ну, практически абсолютный шедевр. Я много жил в горах. Для меня был очень полезный фильм «Бовая жизнь». Абсолютно полезный. Я что-то для себя новое узнал. Я обрадовался фильму «Хроника неслучившейся революции», поскольку увидел людей, которые еще могут что-то делать. Я знаю, что-то «Бовая жизнь». Спасибо. Я тебя поздравляю. Мы сегодня поднимем за тебя бокал. Ну и до новых встреч, до новых картин. Судя по тому, что первый канал, здесь выступала милая девушка от первого канала, попросил меня сказать сказать несколько слов о фестивале. И я сказал, это должно быть, я надеюсь, завтра, что в последнее время руководители нашей страны как-то много говорят об отсутствии цензуры. Вот если эти 22 фильма, и прежде всего фильмы, которые призы получили, будут показаны по первому каналу или по разным главным трем каналам, это будет каким-то серьезным доказательством, что мы движемся по пути к отмене цензуры. виноват виноват и виноват виноват Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Продолжение следует...